Привет. Названа дата снижения ставок по ипотеке. Яичница может быть опасна для сердца. Привет. Всем приветики. Привет. 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 Количество деревьев, которые выросли. Сегодня Крым отмечают пятую годовщину референции. Как дела? Как у вас делишки, делишки, делишки? Ненадолго, ненадолго вышла. Привет всем. Еду к косметологу. Обещала вам выйти в прямой эфир от нее. Обязательно выйду, все покажу, что буду делать. Ну, максимально, что смогу терпеть, чтобы меня показывали, то и сделала. Вообще, я в этом плане нормальная. Я только, не знаю, вот только единственное, что боюсь делать, еще никогда не делала. Но говорят, что супер процедура и вообще, что супер. Всем привет, Машу. Мадонна делает все время себе радис. Я честно ничего не делала. Кроме, вот я говорила, носогубок, который гиалуронка чуть-чуть заполняет. Все, попаиваюсь. А вообще, в целом, как бы, я бы попробовала. Потому что говорят, что хорошая вещь, на самом деле. Овал очень хорошо держит и так далее. Вот. Ну, то, что вытерплю, то вам покажу, как у вас дела. Привет, привет. Пишут Рома с Ирой. Смотрите в эфирах. Ну, вы же прекрасно уже понимаете. О, Господи. Простите. Машина встала резко и поехала назад. Вот. Ну, вот так вот, значит. Если вы смотрите эфиры, значит, вы все уже прекрасно понимаете. Понимаете, есть какие-то вещи, которые еще не в эфире. Я не могу их озвучивать вам. Потому что это профессиональная конфиденциальность, да? Если вы спросите меня, как я к этому отношусь, я вам скажу. Я отношусь хорошо очень к Ире из-за я и из-за ее счастья. Но также я хорошо отношусь к Валере. Я из-за его счастья. И мне бы хотелось, чтобы вот эти два человека как-то урегулировали вопрос и были счастливыми. Потому что, ну, раньше я так, после того, как Валера с Татой рассталась, как-то так, знаете, ну, может быть, чисто по-женски я как-то так, скептически все это восприняла. Но с точки зрения профессиональной никогда не показывала. Вот. А вообще, как бы, Валера хороший парень, реально. Я вот очень сильно изменила отношение свое к нему. Потому что я все-таки еще раз убеждаюсь и убеждаюсь и убеждаюсь в том, что мужчину делает женщина. Вот честно. Я никого сейчас не пытаюсь там обвинить, засадить и так далее. Я просто говорю о том, что от женщины многое зависит. Понятно, что если мужик беспробудная тупица, вот, то его ничего уже и не поменяет. Ясное дело, да? Вот. Но в целом, в целом, мужчину делает женщина. Это однозначно просто. Просто однозначно. Вот, друзья мои. Поэтому побольше, знаете, вот мы даже, когда разбираем пары ССЛ, ну, там реально, ну, девчонки иногда так пилят своих мужей. Вот честно вам скажу, побольше мотивируйте, стимулируйте своих мужей на какие-то настоящие мужские поступки. И не бойтесь быть слабой. Если, например, и происходит такая ситуация, что вы реально хотите чего-то очень, ну, а денег у вашего мужа нет. Вы лучше сделаете так, что дождитесь этого. Скажите, ты знаешь, дорогой, вот, мне бы хотелось и так далее. И подождите. И всячески помогайте ему в том, чтобы он все-таки вам, ну, купил то, что вы хотите. Да, нашел, занял. Пусть мужчина в своей мужской сущности проявляется. Понимаете, мы женщины порой, ой, мне там надо оплатить за, ну, условно, у людей ипотека или кредит. Нужно оплатить, да. И вдруг мужчина там что-то растерялся, вдруг неожиданно. У него там денег нету или что-то не получается. И все, поплыл, поехал, да. Но женщина начинает включать мозги из серии, я все сделаю, значит, всего добьюсь сама. Я такая классная, замечательная. Не надо. Дайте мужчине проявиться. Пусть он сам сделает что-то для того, чтобы решить вашу проблему. Таким образом, мужской характер обрастает настоящими мужскими качествами, которые нужны мужику для того, чтобы действительно быть по-настоящему главой семьи. И поскольку вы будете давать ему каждый раз такую возможность, он будет понимать, что ответственность он на вас переложить не сможет, что вся ответственность лежит на нем. Ну, это такие вот вещи, которые вы сами должны чувствовать интуитивно. Девочки, не берите вы на себя эти обязанности. Не берите. Да, есть такая вероятность, что когда мужик, он настоящий мужик, вам тоже нужно быть постоянно на чеку. Потому что женщина, которая живет рядом с таким достойным мужчиной, она должна и выглядеть хорошо, и думать правильно, и круг общения у нее должен быть нормальный. Она должна быть всегда в хорошем настроении. У нее не должно быть проблем, знаете, с интимной жизнью. Если у меня болит голова, отстань, потому что конкуренция вырастает. Понимаете? Но, тем не менее, вы поймите, что если вы постоянно берете на себя мужские обязанности, вы из своего мужика делаете хлюпика. Даже если бы он изначально был мужиком, вы все равно из него делаете хлюпика. Понимаете? А потом сами от этого страдаете. Короче, сейчас доеду я уже.